Здравствуйте, дорогие друзья! С вами клинический психолог Артем Салимов. Это мой канал о психологии, психотерапии, эзотерике и обо всем, что мне интересно и что я так люблю. Мои дорогие друзья и подписчики, и зрители, только, наверное, ленивые и мертвые мне это не присылали. Прислали несколько дней назад новость, в которой заключается следующая информация. Компания X5, это компания, которой принадлежат такие сетевые магазины, как «Пятерочка», «Перекресток», «Много лосося» и многие другие, опубликовала на Headhunter вакансию. Требуется HR-торолог, направление привлечения, отбор и адаптация талантов. Требуемый опыт работы 3-6 лет, полная занятость, полный день. Вакансию просмотрело более 3000 человек за сутки. Значит, следующая задача. Участие в создании продуктивного диалога между разными поколениями сотрудников X, Y, Z. Создание методик адаптации новых сотрудников на основе ТОРО прогнозов и индивидуальных характеристик. Участие в процессе отбора персонала через проведение ТОРО консультаций с кандидатами. Проведение ТОРО сеансов для определения потенциальных талантов у кандидатов на вакансии. Расклад карт ТОРО для выявления скрытых способностей у сотрудников и их возможностей для развития. Разработка индивидуальных планов развития сотрудников на основе ТОРО прогнозов. Определение благоприятных дат для размещения вакансий на ключевые позиции компании. Вот такие были задачи. И друзья ржали, что вот значит мне тоже надо послать вакансию туда. Да, кстати, сейчас вакансия у них находится в архиве. И это вдохновило меня на создание этого ролика. Что я по этому поводу думаю? Ну, во-первых, компания сделала себе хорошую рекламу. То есть, эту новость везде по всяким там пабликам, мемным, с юмором, новостным. В профессиональные паблики кидали. И, конечно же, в эзотерические. То есть, эта новость с колохматилой интернета. Я думаю, что они нужные вакансии закрыли. То есть, это было лишь привлечение внимания. Или, как сейчас называется, хайп. Но, вы знаете, дорогие мои, а кто не знает, приятно познакомиться, что я клинический психолог, который сочетает в своей практике порой и эзотерические методы. Да, мне интересно все духовное, все красивое, все что-то такое порой иррациональное. То, что можно обдумать, обработать и применять в своей жизни. И как можно карты Таро применять в отборе персонала? Дорогие мои, вы, конечно, можете сразу тыкать в меня пальцем. И, значит, что я мракобесничаю и так далее. Но в HR, в отборе персоналов, я знаю, коллеги-психологи и специалисты HR применяют метафорические астативные карты. И уже очень давно. И есть статьи в интернете, в тех или иных журналах. Мы их и видим в профессиональных, как применяют метафорические астативные карты. Сказка-терапию, при отборе персоналов и на собеседованиях. Таро также можно использовать как метафоричные карты. Конечно, там были требования составления прогнозов и гадания. Ну, вы знаете, в текущей, значит, ситуации экономической порой и гадания бывают вернее, чем заявления тех или иных экспертов или обещания тех или иных политиков. Так вот, значит, у нас в колоде Таро есть целая часть, а именно масть Пентакли, которая показывает деньги, которая показывает историю взаимоотношений с деньгами, с ресурсами, и как применять свои таланты и навыки, как их монетизировать, как не умереть с голоду. Да, вот такая замечательная масть. И, например, вы можете попросить кандидата, которого выбираете на ту или иную должность, расставить перед ним карты из масти Пентакли или масти монет или динариев, есть много названий, и попросить составить сказку или рассказ про то, как молодой человек, как наш герой этой истории учился зарабатывать, учился применять свои таланты, учился трудиться. И как он трудился, и сколько он заработал. Да, то есть вот такой вариант. Плюс в профотборе, в работе с кадрами и персоналом используют другой метод, который тоже не признан официально научным. Это соционику. У нас есть 16 карт фигурного двора, которые, вот, например, в масте Пентакли здесь 4 карты, и еще другие масти, которые замечательным образом сочетаются с типами соционики. Поэтому вычислить соционический тип у кандидата и еще проверить его через таро. Как он относится к этой карте, какую бы он мог бы составить историю, что бы он мог бы посоветовать тому или иному персонажу и так далее. То есть таро можно применять как проективный метод для выявления, например, креативных, творческих способностей, стиля мышления, копинг-стратегик, смыслов, которыми он наделяет все объекты его окружающие, все процессы. Вот, у нас есть также еще большой путь, путь героя и старших арканов, который, вот, теснейшим образом связан с психологическими состояниями человека. И, например, выстроить перед ним круг или линию из 22 старших арканов, спросить, где вы здесь видите себя сейчас, на каком этапе, вы также можете произвести диагностику вашего кандидата. Вы можете ему дать сильные карты и спросить, как он к ним относится. Вот, например, у нас есть карта колесничий, которые показывают путь по карьерной лестнице. Это путь успеха. Как ему здесь нравится эта карта, чтобы он посоветовал бы этому герою, через что он готов пройти, через что он готов проехаться, какие его правила, например, вождение этой самой колесницы. У нас есть масть жезлов, которая показывает отношения с персоналом в коллективе, да, вот все эти самые групповые процессы, такие как, например, драка, отстаивание своих правил, конкуренция, или умение сплотить команду, умение быть лидером, и поделить шкуру убитого медведя между всеми твоими коллегами и товарищами. Что у нас еще здесь есть? У нас есть, конечно же, и корпоративы, и какие-то еще скрытые треугольники, скрытые коммуникации и коалиции. И, конечно, есть еще там высчитывание персонального аркана и так далее по дате рождения, но у меня есть на канале видео, как я отношусь к подобным методам, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, смотрите, читайте. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по поводу этой самой новости, как вы относитесь к тому, как я вам предлагаю использовать Таро при подборе персонала. Кстати, вот эта же самая новость вдохновила меня на одну историю, с которой я хочу поделиться на конференции по картам Таро. Поэтому, дорогие друзья и коллеги, любители Таро и, значит, любители всего такого научного, а уж знаем мы, какая психология может быть научная, что там научное сообщество порой у нас вертит, и как они красиво все у нас показывают и обрисовывают наши такие умные, разумные. Ладно, не об этом. Сейчас напишите в комментариях, ставьте лайки, вы можете поддержать меня финансово по ссылкам и реквизитам ниже, и увидимся с вами в новых видео. Волшебного вам вечера, дорогие мои! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!